Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Никита Романов. Я вам хочу рассказать по поводу ВВД системы Inferno Gen 2. Сейчас Inferno Gen 2 установлена в тушке Master Mr. Arms. Это подразделенная ENDL модель АКСУ. Здесь установлен у нас стволик Прометей, резинка MAPO LIV75, давилка BRIDGE, так называемая, а-ля Прометей. Я распечатывал 3D вставку в тушку. Здесь фиксированный винт, который придерживает клипсу камеры Hupup. То есть тем самым клипса может вылететь или только сломаться, но у G&G они очень качественные, поэтому не сломаются. Вы не поверите, мне попалась прямая тушка, то есть я реально по тушке практически ничего не пилил, кроме самого ствола. Вот. Шланг я разместил в задней части пушки. Это банально удобнее. То есть вот смотрите, обратите внимание, если вы, предположим, хотите лечь, то шланг у вас не переминается, не перекрашивается. Если, предположим, вы хотите банально сложить приклад, все. То есть вы никак не сможете испортить, надорвать, сломать шланг. То есть он здесь у мистера ARMS быстросъемная пружина, и тем самым мы имеем спокойный доступ до шланга. То есть я ничего не пилил. Вы знаете, какие у меня были глаза радости, когда я понял, что мне ничего не надо было пилить. Следующий момент, смотрите, это по поводу установки камеры джинджоржения. Да? То все работает прекрасно. То есть вы можете видеть, что все закрывается и так далее. Но как только мы начинаем закрывать крышку, сейчас я вам покажу, то вот здесь сделан наплыв, то есть видите, как бы такой серия, то есть после штамповки, вот здесь есть типа наплыва. Вы можете видеть, что он тоже цепляется по этой стороне. Когда вы в итоге закрываете, вот, обратите внимание, закрываете пушку, она начинает туго заходить. Вот мы закрыли, и как только мы, она открывается плотно, начинаем закрывать обратно, мы сбиваем камеру хупапа. Вот, видали? То есть это связано с тем, что литье сделано не с запасом, и она банальна, когда вы будете настраивать хупап, вы вроде все настроились, закрыли шторку, и у вас в итоге хупап не настроены, вы будете взрывать себе мозг, какого хуя происходит. Это вот ваш ответ, то есть всегда проверяйте шторку затвора. Это касается, кстати, всех пушек. АК, М-серии, пухи, без разницы, то есть это обязательный момент. А в остальном случае прекрасная пуха и все такое. Водительство, водитель будет рад. К чему я, собственно, рассказываю? То есть многие меня спрашивают и пишут, как установить Infermingen 2, почему у меня сифонит и так далее. Я был владельцем ВВД-системы СМП, впоследствии мы купили, когда вышел апгрейд-кит на СМП, мы поставили сразу Infermingen 2. Говорю, как она есть. Infermingen 2, если бы меня спросили, года два назад хорошая система или нет, я бы сказал да. Спустя такое количество времени, мое мнение до сих пор остается, что она хорошая, по одной простой причине, что каждая ВВД-система имеет своего потребителя, своего клиента и под свои задачи. То есть чем хороша Infermingen 2 по сравнению с той же СМП? Во-первых, это повторяемость выстрела. То есть здесь более предсказуемый выстрел, потому что здесь остался тот же сам прямоток, но ноузу возвращает шар за счет пружины. А тем самым у нас получается более кучная стрельба. Вне зависимости от длины стволика, в зависимости от тяжелости шара. Но так как это прямоток, у нас влезает другая проблема, связанная с тем, что... Но так как это прямоток, у нас влезает другая проблема. Это связано с тем, что когда нозу закрывается, тогда подается прямой поток воздуха, и обычно если мы ставим мягкую резинку в камерах у папа, то кучность превращается в полный пиздец. А теперь следующий момент. Если вы обладатель серии АК, LCT, CIMA, еще кого-нибудь, да, то имейте в виду, у Америки, тех, кто выпускает Inferno Gen 2, Reaper, SMP, у них АК имеется в виду длинный нозл. То есть ВВД, когда пишут ВВД Inferno Gen 2 АК, это имеется в виду длинный нозл. То есть нозл, он реально длинный. И у вас, скорее всего, будет либо проблема с подачей, а либо проблема с кучностью. То есть у вас либо будет хреново хоп-ап настраиваться, либо у вас будет очень плохая куча. То есть разброс начнется после 10-15 метров, и все. И вы никак этого не сможете добиться улучшения ни за счет каких-либо резинок. Поэтому не ломайте голову и меняйте нозл на более короткий. Или, как еще вариант, это поставить камеру рассчитанную под длинный нозл. И внимание, это камера G&G. Если вы меня спросите, хорошая камера G&G или нет, мой ответ да, она прекрасна. То есть именно АК-версия камеры G&G, она сделана на уровне той же самой, как смешно не прозвучит, камера ЦИМа, а камера ЦИМа в плане выдерживания размера прекрасная, как и, собственно, камера G&G. Не ставьте туда, пожалуйста, провин, потому что провин – это фрезерованная камера, и в следующий момент провин – она фрезерована, а вы ставите на гирбокс с литьем. Вы получаете несолосность в любом варианте. И также прочие фрезерованные СХС, ретро-армс и так далее. То есть это глупая затея. Если вы покупаете камеру ретро-армс, то вам надо поставить гирбокс ретро-армс, иначе у вас будет, ну, полный пиздец. По-другому вам его описать не могу. Достаточно много можно рассказывать нюансов об этой теме, но помните, теперь перейдем непосредственно к ощущениям по поводу стрельбы с Inferno Gen 2. Inferno Gen 2, когда я его имел, мне, в принципе, очень зашла. По одной простой причине, что мы собирали ее на коротких пушках типа MP5 с 200-м строликом, и то ощущение, когда противник на тебя смотрит, типа, а-да, он не дострелит, оборачивается. Мы такие, братан, конечно, ты офигел. Подходим буквально 5-10 метров поближе и тупо его заливаем нахер. И знаете, какое удивление у людей, когда маленькая короткая пушечка просто у человека расстреливает в щебодан. И вот здесь тоже такая же ситуация. То есть маленькая короткая пушечка, которая способна закидывать, приятно закидывать шары на расстоянии 72 метра. У нее кучная стрельба реально осталась на уровне 40 метров, то есть 40-45. Это кучная стрельба, когда она предсказуемая. Но именно хорошо засыпать и вот играть полноценно на автомате, то есть как штурмовая винтовка, как цикубная винтовка для ближнего боя. И также еще, если, предположим, вас ограничивают бюджеты, вы хотите собрать пулемет с более простыми настройками, без сильного танца в бубном, то Infermungen 2 тоже отличный вариант, потому что он в ценовой сегменте пониже по цене. И ему безразличны, сколько вы с него будете лить. Вот, в плане шаров. В плане экономичности, конечно, эти системы уже не такие веселые, как, предположим, тот же самый Proteus 2, 3, потом, кого бы мне еще, например, F2. Правильно, внимание, я говорю, правильно настроенный Fusion Asian. Fusion Asian тоже достаточно мало жрет. Против Джека. Объясню, почему Джека жрет меньше. У него тупо соленоид меньше. Из-за этого он просто не способен больше проглотить. Но это тоже прямоток. Если вы меня спросите, какая разница между ВВД-системой СМП и Infermungen 2, я вам уже рассказывал. Она кучнее, она жрет меньше воздуха, за счет того, что вы начинаете тупо меньше стрелять, и банально у нее по-другому устроена вся морда. А если вы меня спросите, какая разница между F1, небо и земля, особенно связанные с настройками. F1, слава богу, она очень быстро пролетела, ее практически никто не заметил и не помнит. Если вы мне будете впаривать и втихивать, что F1 это отличная система, я вам скажу нет. Она мне ужасно не понравилась, по одной простой причине, что ее dwell зависит от того, насколько этот нозл сможет пробить шар. То есть вы будете его поднимать, 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 чтобы больше воздуха могло пробить, блядь, вашу несчастную юбку. А хочу обратить внимание, прямотоки требуют жесткую юбку камеры у папы. И обычно для того, чтобы иметь более жесткую юбку камеру у папы, правильно, вам нужна более жесткая резинка. С более жесткой резинкой вы получаете другой геморрой, более тонкая настройка или присутствие того, что она ни хера не крутит шары. Папам, приехали, блядь. Вот, в нашем случае здесь установлен Оринг Мод, позволяя тем самым избежать вот этого вот поиска юбки. То есть Оринг Мод это такое резиновое колечко, которое ставится вместо юбки, а камера протачивается фрезой на определенную глубину. Тем самым мы получаем всегда хорошую фиксацию шара перед тем, как нозу вот туда впедюрит. Отличная штука, взлетает на всех ВВД-системах. Плюс убивает сразу следующую проблему всех резинок камер хупапа, они просто тупо рвутся. И стало, что нозу банально долбит все эти резинки вот, на практически всех ВВД-системах. Исключением является только там 2 или 3 ВВД-системы, к которой наконец-таки появилась такая вещь под названием вежливый нозул, нозул, который доводит медленько. Но правда, на автомате это не работает, потому что один хер, вам же надо заливать. То есть, эта функция доступна только для любителей посылания тяжелых шаров. Так что, вот такие пироги. Плачьте и страдайте, друзья. Ладно, продолжение темы. Если рассматривать ее... Давайте еще раз прогоним, да, тему. Если мы ее рассматриваем в плане штурмового автомата, в плане надежности, то есть, вот, надежна, Inferno? Да, она так же надежна, как и SMP. Она сифонит только в двух случаях. Когда ее нужно перебрать и на морозе, когда ее нужно перебрать. То есть, вот тот же человек мне дал, он играл совсем буквально три игры, ему не устроило. Она у нее сифонила из коробки. Ну, то есть, вот я беру, она так не сифонит, не слышно, а он такой Привет! У меня такой же прикол встречался на Reaper, но там это был просто заводской брак именно соленоида. Здесь же ВВД-система устроена по-другому, я ее перемазал. Смотрите отдельное видео. И все, проблема устранена. Больше нет никаких геморроев и приколов. Так что, вот такие пироги. В плане электроники она как была на уровне плюс-минус никакая, такая осталась плюс-минус никакая. Брать вам эту ВВД-систему или нет, думайте сами, потому что есть более интересные предложения на рынке. Если ее продают на барахолке достаточно дешево, я периодически встречаю, берите, потому что она вам понравится. Как первая ВВД простая, простая, тупая, надежная, да, зайдет. Так что, все, что я вам хотел рассказать, я рассказал. Все, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на группу ВКонтакте. Увидимся в прицеле. Всем пока!